Только в какое-то определенное время, в связи с определенной работой, мы делали что-то, чтобы напомнить людям об их прошлых жизнях. Я знаю даму, которая на 100% была уверена, что Том Круз был ее мужем. Я сказал ей, знаете, я тоже очень хорошо знал его в предыдущей жизни. Она сказала, что? Садхгуру, вы говорили о тщетности попыток вспомнить прошлые жизни и все такое. Потому что человек может не знать, как справиться с тем, что за этим последует. Но с духовной точки зрения, на медитативном уровне, разве не будет полезно осознанно использовать что-то из этого? Я сказал, я хочу, чтобы вы просто представили себе. Предположим, вы внезапно понимаете, что одна из этих девушек в прошлой жизни была вашей матерью. Вы подходите к ней со слезами на глазах. Ей это не понравится. Но сейчас вы не можете ее игнорировать, потому что она ваша мать. Все эти эмоции возвращаются к вам. Очень сильные эмоции. И теперь вы хотите сделать все то, что осталось недосказанным и невыполненным. Но она этого не хочет. Эта молодая девушка, она не ваша мать. Она будет смеяться над вами. Или, хуже того, вы вдруг вспоминаете, что этот мальчик, который сидит перед вами, в прошлой жизни был вашей женой. Даже с этим вы не можете справиться. С этим вы не можете справиться. Не так ли? Вы не можете справиться с этим. Даже эмоции нынешней жизни уже терзают вас. Не так ли? Одни только эмоции этой жизни от различных отношений, которые вы поддерживаете, просто сводят людей с ума. Но если вы вспомните прошлые жизни, это ни к чему вас не приведет. Только в какое-то определенное время, в связи с определенной работой, или, если хотите, миссией, мы делали что-то, чтобы напомнить людям об их прошлых жизнях. Но после этого никогда, потому что это не имеет значения. Я встречал одну даму. Сначала я встретил мужчину. Я встретил обиженного мужа. Он пришел ко мне. Он приехал из Индии в Соединенные Штаты. У него там все шло хорошо, он был очень успешен. Но его жена начала ходить к экстрасенсам, разговаривать с ними по телефону. За телефоны разговора приходили счета на тысячи долларов. И самое главное, один экстрасенс убедил ее в том, что в прошлой жизни Том Круз был ее мужем. И она поверила в это на 100%. Так что она купила огромный дом в Беверли-Хиллз. И каждую субботу устраивала там вечеринки, в надежде, что однажды он к ней зайдет. И она была уверена, что он придет, потому что экстрасенс сказал ей, «Просто живи там, продолжай устраивать вечеринки, и однажды он придет и заберет тебя». Так что ее муж пришел ко мне и спросил, «Садхгуру, что делать?» Я живу с женой Тома Круза. Я сказал, «Хорошо, пусть она придет ко мне. Посмотрим. Пусть приходит на программу «Внутренняя инженерия». Мы проводили ретрит на Великих озерах в Мичигане. Это прекрасный курорт, и у нас ретрит «Внутренняя инженерия». Таких ретритов мы больше не проводим. Она приехала на программу. Как только она приехала, она сразу же начала говорить, что хочет встретиться с Садхгуру. Я сказал, «Нет, сначала пройдите программу, мы встретимся после». Но она так сильно давила на всех, «Нет, я должна встретиться с ним». В первый вечер во время вступительной сессии и весь следующий день мне как-то удавалось ее избегать. Но следующим вечером я был вынужден встретиться с ней. Тогда я сказал, «Ладно». Мы сели, чтобы поговорить, и она начала. «Я думаю, что мой муж уже рассказал вам. Но я говорю вам, что это на сто процентов правда. Что вы об этом думаете?» Я сказал, «Да, это правда». Для меня это совершенно очевидно. В вашей прошлой жизни Том Круз был вашим мужем. Она была очень счастлива, что наконец нашла своего гуру. Затем я сказал ей, «Знаете, я тоже очень хорошо знал его в предыдущей жизни. В свою прошлую жизнь он был таким уродливым человеком. Но в этот раз оказался довольно симпатичным». Она сказала, «Что?» Ей никогда не приходило в голову, что в прошлой жизни он мог выглядеть по-другому. Так что все эти глупости о прошлой жизни могут вас сильно запутать. Не нужно всем этим заниматься. Очень важно хорошо справляться с этой жизнью. Это очень важно. Вот что сейчас в ваших руках. Но есть еще другая проблема. Люди спрашивают, «Садгуру, был ли я с вами в вашей прошлой жизни?» Мой ответ, «Если вы были со мной в прошлой жизни и не достигли наивысшего, в этой жизни я не хочу иметь с вами ничего общего. Если вы новый кандидат, тогда посмотрим. Но если вы провальный кандидат, что мне с вами делать?» Я лишь хочу сказать, что вы лишь будете предаваться галлюцинациям, воображая себя всякое. Это то, что необходимо преодолеть, потому что ум имеет миллион отсеков. Он может сочинять истории. Он может сделать их абсолютно реальными в вашем восприятии. Есть люди, больные шизофренией, у которых много личностей. Один записанный случай, у человека было 32 полноценных личностей. 32. Но говорю вам, ум способен сгенерировать тысячи, если вы захотите. Таковы возможности ума. К сожалению, большинство людей никогда их не исследуют. Если вы дадите уму материал, он может произвести из него много всего. Это как вы программируете компьютер, и он может произвести очень много комбинаций из имеющейся ограниченной информации. Ваш ум делает то же самое, но этот процесс гораздо более сложный. Так что не поддавайтесь всему подобному. Субтитры создавал DimaTorzok